Продолжение следует... 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 а остались уже те, которые затевали кровавую тризну, от японцев, как я уже говорил, до наших сатирских. И вдруг потом появляются вот эти три головы и снимки. Кто может сделать цветной снимок, выставив головы, а потом торговать ими? Я думаю, догадываться несложно. Те, кто запланировали эту ситуацию, те, кто запланировал и проводил ее, и больше никак. Вот откуда появились эти головы, эти снимки. И то, что это была запланированная провокация, жестокая, бесчеловечная, безнравственная, по своей сути, и замок. Тот факт, который по телевидению, вы, наверное, видели, генерал Куликов и замок министра внутренней дел, Батурин, два генерала сидят и дают комментарии. Гудаев отрубил головы тем, кто якобы на их стороне вылавливал террористов на территории. В то время, когда этот Батурин, вот здесь сидя, чуть ли не со слезами, пожимая мне руку, благодарил за то, что наши спецслужбы вылавили ему террористов, вернули все деньги, вернули вертолет, вернули спецов, все передали и отправили отсюда с миром, и предложили им провести совместно расследование этого факта. Он засадится и делает вот такие заявления. Здесь страшно не то, что Шумниха идет по такому сценарию, страшно то, что высший генералитет опустился до уровня, который мне трудно через свой язык выговорить, генералитет. Генералы не имеют права опускаться до уровня жуликов. Генералы должны хранить свой авторитет, беречь его, свое звание. И то, что там происходит вот такая вот деградация, высшего эшелона генералитета спецслужб, а то и военных, это трагедия, которую трудно поправить. Что это делается? Теперь военные и спецслужбы взяли в руки контроль над политической ситуацией. Разжигают конфликты, как хотел. А высшее политическое руководство в России только взбирает, что произойдет дальше. Не управляет процессами войны и миром, военными конфликтами, взаимоотношениями между народами, республиками и государствами. И все находится в руках сейчас. И доходит до страшных масштабов.